Уже давно известно, что цвет влияет на эмоциональное состояние человека. И дизайнеры применяют это на практике. Интересно, можно ли с помощью цвета повлиять на успеваемость ребёнка в школе? Об этом как раз сейчас и поговорим. Каждый цвет несёт индивидуальную информацию, способную повлиять на состояние человека. Чтобы определиться с выбором цветов, для оформления детской комнаты необходимо ознакомиться с их значениями. Если у вас ребёнок повышенной активности, ему, конечно, можно чуть-чуть присадить и делать синий цвет. Если ребёнок, наоборот, требует тонизации, может быть, здесь немножко розового гораздо больше важно, чем всё остальное. Поэтому здесь таких чётких, вот прямо жёстких, нельзя перейти сильно тёмные или сильно яркие. Но вообще потом это индивидуально. Во-первых, ребёнка надо спросить. Это раз. Во-вторых, учесть его темперамент и его проблемы. Но помимо самого цвета немаловажными являются и материалы. Помимо того, что есть достаточно экологичные краски, безопасные, есть ещё и функциональные краски, которые позволяют воплотить свои дизайнерские идеи. Есть краска, которая светится в темноте. При достаточном наборе света она может светиться до шести часов. Также есть краски с эффектом грифельной доски. То есть краски, на которых можно рисовать мелом. Они есть в стандартных зелёных, чёрных цветах. А также можно колеровать более двух тысяч оттенков. Наверное, каждый в детстве мечтал рисовать на стенках и не быть за это наказанным. На такой стене детям будет веселее учиться и играть. При выборе краски для комнаты своего маленького ученика учитывайте его темперамент. Главное, чтобы мне и малышу было комфортно. Сеть магазинов отделочных материалов «Колор Студия», в которых вы найдёте всё самое новое и интересное для вашего ремонта. Адреса магазинов «Каратаново-4», «Молоково-40» и новый магазин «Нагаден-К3». Телефон 2-77-77-16. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова